Три, два, один, понеслось! Экологический марафон «Понеслось» – масштабный проект программы корпоративного волонтерства компании «Норникель». В сентябре 2018 года на территории Красноярского фан-парка «Бобровый лог» прошел традиционный слет самых активных участников движения. Сегодня здесь лучший корпоративный волонтер из всех городов деятельности компании. Это лидеры команд, это амбассадоры добрых дел. 60 корпоративных волонтеров из Норильска, Мончегорска, Заполярного Никеля, Читы и Московского офиса компании. Фан-парк «Бобровый лог» является инвестиционным проектом Норильского Никеля. И в этом году нам выпала честь принимать на своей площадке эко-слет, эко-марафон. И нам очень нравится, что выбран фан-парк «Бобровый лог» и выбран заповедник «Столбы». Это знаковые места для Красноярска. Поэтому благоустройство заповедника «Столбы» является очень важной задачей и ответственной. И строительство экологической тропы, которой сегодня занимаются наши волонтеры, оно внесет свой склад в сохранение природы и создание более комфортных условий для прогулок красноярцев и гостей города. Главные задачи марафона понятны и важны. Формирование культуры экологичного образа жизни, а также выстраивание долгосрочного партнерства между компанией, ее сотрудниками и местным сообществом, в том числе заповедниками и национальными парками. Металлург из Манчегорска Андрей Коржобин участвует в проекте уже три года. Рассказывает, развитие идет быстро, а добрые дела и идеи не заканчиваются. «У нас было много проектов и по посадке деревьев, и по уборке территорий, по облагораживанию преддомовых участков. Ходили по садикам, мы рассказывали детям, как надо, начиная с самого младенства, беречь природу, воду. Люди подходят к нам, бабушки, дедушки, они в одинаковых одеждах. Кепки, улыбки, радость, с лопатами, они благодарят, что мы им не помогаем же. Мы свободны от работы время, находим выходные, и вот если не мы, то кто же? У моей команды «Икорка» был проект «Кинолужайка», то есть мы объединили кино и экологию. То есть у нас мы снимали площадку в кинокомплексе «Родина», так сказать, и проводили мастер-классы, показывали фильмы, работали с детьми, показывали им экологическую сказку «Хранители леса», где они могли разговаривать с кухольными персонажами и участвовать с ними в интерактиве. «Экологический марафон» — это большой коллектив, это новые знакомства, новые друзья, сплоченные единым общим делом, которое делает и нас лучше, и окружающий мир. И на самом деле очень здорово, что мы об этом задумываемся и являемся некими амбассадорами этой идеи, и распространяем эту идею в массы своим друзьям, родителям, знакомым, и становимся каждый день немного лучше, потому что забота о природе, ну это, наверное, в нас внутри, ведь мы ее часть, и как мы к ней относимся, так и будем относиться к ближнему. Пилотный проект «Марафона. Понеслось» был запущен в 2016 году в Манчегорске, Москве и Норильске. Спустя год проект был тиражирован во все регионы присутствия компании, а уже в 2018 году вышел за ее пределы. Сегодня к добровольческим экодружинам «Норникеля» активно присоединяются неравнодушные жители городов арктического региона, некоммерческие организации и образовательные учреждения. Я чувствую изменения с предыдущим годом. То есть предыдущий год там, ну, приходило 200 человек, 300 человек на мероприятия, организованные эко-марафоном, понеслось. Вот. А сейчас, в этом году, а 400 человек. То есть, ну реально там и дети прям, они вот хотели что-то сделать своими руками, там и родители приходили, и бабушки. Ну, спрашивали, а откуда вы узнали об этом проекте? Они такие, вот, по телевизору показывали. Нас как-то вдохновило, и мы решили тоже прийти и как бы внести свой вклад. За период действия проекта по всей стране было реализовано свыше 70 экологических акций различного масштаба. В марафоне приняло участие более 3,5 тысяч волонтеров, которые отработали в проекте 20 тысяч часов. Я мечтаю о том, чтобы второй слет стал, наверное, сотым. За нами смотрят в том числе и компания, и акционеры. И нам кажется, что те результаты, как формальные с точки зрения признания в профессиональном сообществе, так и среди жителей и горожан, говорят о том, что этот проект, как минимум, а, имеет смысл, а, б, ну вот, совершенно точно полезен. Здесь собраны люди разного пола, возраста и профессии. Но сажают, копают и носят абсолютно все. Одним из активных участников и послов эко-марафона является Андрей Урган. Актер делится мнением. Понеслось отличный проект. Он и важен, и полезен, и приятен. Полезен, потому что на свежем воздухе, почти в горах, сопки, Красноярск, заповедник. А полезен, потому что здесь будут ходить люди не только здоровые, как мы, но люди с больными ногами, колясочники, например, старики. И здесь будут сделаны тропы деревянные, крепкие, не гниющие, потому что это все пропитано. Это лет 20, это точно простоит. Удобно, красиво, и никто не свалится и не упадет в овраг. Два осенних дня в Сибири марафонцы работали почти без перерыва, а кроме того творили. Они создавали креативные видеоролики из пластилина, бумаги и песка, пели, танцевали и рисовали. Этот проект дает возможность самореализации. То есть мы не просто работаем в рамках, ребята, давайте мы соберемся, дадим мастер-класс, проведем. Мы работаем еще в своей фантазии. Ребята, делайте, что хотите, главное, чтобы это было экологично, круто и весело. И тут нас просто ухууу, и мы понеслись. Кульминацией эко-слёта в Красноярске стал спектакль «Путевые заметки» о волонтёрах Норникеля, главными актёрами которого выступили сами волонтёры, а их творческим наставником Андрей Урган. Андрей Урган – это такой человек, у него такая сильная, интересная энергетика, с ним интересно и весело общаться даже, просто общаться. И сам спектакль для нас, для нашей группы, так скажем, был очень волнительным. В первую очередь хотелось сделать вот этот праздник, вот это мероприятие, всё то, что прошло для зрителей, для всех людей, которые пришли к нам. И вообще всё мероприятие для нас было кульминацией, потому что само мероприятие, это вот это вот от Норникеля, это комбинат добра, это просто супер. Это высший пилотаж всего, что может быть на самом деле. Праздник добра 2018 года завершился, но работа Норникеля и его сотрудников продолжается. Компания уверена, от вовлечённости людей в такие проекты зависит многое вокруг, ведь волонтёрское движение не только решает экологические проблемы, но и главное – развивает важные человеческие ценности. Продолжение следует...